Музыка Сергей Анатольевич, вот такой вопрос. Это взято из устава нашей партии, любимой партии, моей любимой партии в кавычках, Единая Россия. Ну, здесь много всяких моментов описано, и вот коснемся вопроса благополучия человека, его здоровье, долголетие, социальная защищенность, достойная плата труда и возможностей для предпринимательства, доступная инфраструктура, комфортная среда, свобода творчества и духовного поиска. Вот как вы считаете, на ваш взгляд, соответствуют сегодня вот эти их, будем так говорить, возможности, о которых они говорят, чем они должны заниматься, да, тому, что происходит в городе Севастополь? Это ваша любимая партия, можно это? Да, конечно. Зачитали, я не все запомнил. Ну, можно. Благополучие от человека, да, здоровье, долголетие, но давайте начнем с того же, я не могу сказать, что севастопольцы за последние 7 лет стали жить благополучно, значит, более того, вы знаете, пенсионные... Реформа, пенсионное повышение, опять же, да, это нам, может быть, пытаются навязать или доказать, что мы живем долго, да, поэтому вот вам, ребята, до 65 лет, пошите там на нас, а мы будем там шиковать, с трибуны вам рассказывать и все остальное. Дальше, что? Долголетие, социальная защищенность, а как у нас с вами есть социальная защищенность? Не заходит. Севастополь сегодня одна из самых высоких непосредственно безработицы, низкие заработные платы, низкие пенсии, ну, по России, если взять, там, посмотреть, более бы город федерального значения. Мы говорим о чем? Вот я думаю, что нам это надо привязать к Севастополу, да, и конкретно к Севастопольскому отделению партии «Единая Россия». Понуждать его. Вот, не надо понуждать никого, мы говорим теперь по Севастополю, Севастополь это руководит, кто у нас? Нас? «Единая Россия» узурпировала власть. Так вот, что такое оплата труда? Самая низкая оплата труда по всей России в Севастополе, самый низкий уровень социальной жизни в Севастополе, хотя на 14-й год, когда Севастополь перешел в законодательное поле России, Севастополь стоял на социальном уровне, да, выше, чем в Севастополе по всей России. И были заработки тоже выше, чем в начальном этапе. Не за счет того, что тут нам поблажки давали, а за счет того, что переходный период и расценки с Украины на российское законодательство, они как бы были, я уже не являлся. Более стабильно было все. Оплата труда и возможности для предпринимательства. Ну, предпринимательство в Севастополе уничтожено полностью, малый бизнес, средний бизнес фактически. Так, доступная инфраструктура и комфортная среда, свободное творчество и духовный поиск. Ну, свободное творчество есть у нас с вами, свобода творчества мы с вами творим. Ну, вот это надо, чтобы за это поблагодарить. Спасибо. Комфортная среда, я не знаю, для кого она. И духовный поиск. Ну, вы знаете, духовный поиск я уже благодаря на полном серьезе тому, что я вошел в законодательное поле России, я стал уже более внимательно обращаться в церкви, в Библии, там какие-то заветы читать или какие-то там еще молитвы. Духовный путь определился. Ну, а относительно благополучия человека и все, что они здесь указывают, да, можно сказать, да, все хорошо, все классно, это только у членов парк Единая Россия. У чиновников, которые сидят там наверху и занимают посты в городе тоже. А что касается народа, это все брехня. Да, поэтому я думаю, что если мы с вами сейчас посмотрим устав города Севастополя, да, устав города Севастополя, губернатор Севастополя, вступая в должность, приносит клятву. Присяг. Присяг, клятву, да. Поэтому секретарю партии Единая Россия Михаилу Разужаеву относительно устава города Севастополя я делаю обвинение, на которое я хотел бы услышать публичную защиту в свою честь и все остальное. Значит, Михаил Владимирович, вы как секретарь партии Единая Россия, Севастопольское отделение, как губернатор, значит, ухудшаете нашу жизнь. Вы не исполняете устав города Севастополя, а конкретно клятву, ну, присягу, вы ее нарушаете. Благо, состояние севастопольцев ухудшилось. Работы у севастопольцев нет. Более того, вы уничтожили малый бизнес, ну, вы стали продолжателем своего предшественника Овсяника, тоже секретаря партии. Вы как-то не задерживаетесь больше двух лиц. Вот, поэтому тоже я как бы наставлю на том, чтобы вы дали публичный ответ, потому что здесь затронута и ваша честь, и честь партии. Почему вы, как члены партии, не оставиваете интересы севастопольцев? Почему вы понижаете благосостояние жизни севастопольцев? А читайте, сколько умерло за ваше руководство, да, правление, время правления севастополей населения. Дальше что? Почему вы не выступили в защиту против, ну, не в защиту, а против пенсионной реформы? И почему сегодня эти вопросы не обсуждаются, не поднимаются? Почему заработная плата понижается? Почему вы подрываете экономику севастополя и бюджет, пополнение бюджета? Я объясню, почему. Потому что все федеральные программы, целевые программы, проекты уходят на сторону. Севастопольцы к этому не привлечены, а значит уходят налоги и все отчисления в другие регионы России. Ждем от вас ответа. И генера России и Роснажаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. А я довольна на путь? И все, вот это просто, что вы должны быть контролировать. Больше, чем в Севастополе, бюджета. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев, никто ж не спорит.